Сомнения прочь уходят в ночь отдельный, Десятый наш десантный батальон. Песня о великих страницах российской истории, выставка военной техники, сборка-разборка оружия на площадке Победа – все, что необходимо настоящим патриотам. Гвоздь программы и специальные гости – ансамбль Рязанского десантного училища. Прикоснуться к пулеметам и автоматам под песни военных лет смогли даже самые юные посетители Грушинского фестиваля. Патриотическую площадку организовали при поддержке председателя Самарской городской думы Александра Фетисова. Часто бывает так, что и на привалах, и во время боевых действий всегда один из центральных людей – это тот, кто умеет играть на гитаре, петь песни, рассказывать языком бардовской песни о буднях, в том числе и об армейских. В этом году всеми любимая Груша выросла до международных масштабов. Владимир Быстрицкий на фестиваль приехал впервые. Говорит, на его родине в Белоруссии таких праздников авторской песни никогда не было. В первую очередь впечатлила любовь россиян к гитарной лирике и широкая бардовская душа. Цель здесь одна – это вот встретиться вместе, отдохнуть вместе, попеть песни. А как еще можно рассказать боль свою, да, свое понятие свое в этом мире. Вот это самое лучшее – рассказать песни. Песня, она должна идти от души. Вот действительно, это Грушинский фестиваль, вот он идет от души. Сегодня, вот видите, идет дождь, да. А дождь когда идет? Когда хорошее дело делается. Традиционный Грушинский дождь, хлынувший в самый разгар фестивальной жизни, кажется, никого не смутил. Постоянные гости бардовского праздника привыкли. Ливни здесь льют каждый год. Спасаются дождевиками и зонтиками. Жители палаточных городков решительно заявляют. На Грушинский приезжают, несмотря на погоду и обстоятельства. Здесь круто. Здесь самое главное – здесь атмосфера другая. Это вот замечательный просто праздник общения. Всегда можно встретить кого-то интересного на рынке, на поляне, кого-то встретить, поговорить просто. Узнать что-то новое, узнать, что происходит в других городах. Отдыхать на природе – это вообще ни с чем не сравнимое удовольствие. Атмосфера, люди доброжелательные. В городе вот так вот запросто не походишь, не познакомишься, не поразговариваешь, не пообнимаешься, не попоешь песни. Когда тучи исчезли с неба, организаторы порадовали гостей фестиваля грандиозным авиашоу. Четыре самолета Як-52 показали имитацию воздушного боя и фигуры высшего пилотажа. Мариана Мирная, Алина Чемерис, Константин Головин. События.